Здравствуйте, с вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Сегодня в выпуске вы узнаете новые ограничения в Польше из-за коронавируса, выставка под названием Рослав Солидарин с белорусским народом, в Польше взорвалась бомба со времен Второй мировой войны и из-за продолжительных дождей многие города Польши оказались под угрозой наводнения. В субботы 17 октября вступили в силу новые ограничения. Борьба с пандемией COVID-19 – наша вознесшая задача. Нет ничего более важного для правительства, как обеспечение безопасности и здоровья полякам, сказал Матеуш Моровецкий на пресс-конференции. Согласно новым ограничениям, в желтой и красной зоне гастрономия теперь будет открыта для посетителей с 6 утра до 9 вечера, после можно будет заказать еду только на вынос. Более того, внутри кафе или ресторана может быть занят каждый второй столик. Что касается общественного транспорта, то в желтой и красной зоне в субботы применяется правило, согласно которому половина сидячих мест или 30% всех мест могут быть заняты. В желтой зоне не более одного человека на 4 квадратных метра объекта могут участвовать в религиозных обрядах, а в красной зоне один человек на 7 квадратных метров. В желтой зоне публичные собрания не могут насчитывать более 25 человек, в красной зоне количество лиц на публичных собраниях ограничено до 10. В желтой зоне гибридное образование применяется в университетах и в средних школах. В свою очередь в красной зоне обучение в вузах и средних школах проводится дистанционно, без учета практических занятий. В обеих зонах можно проводить спортивные мероприятия, но без участия публики. Во время культурных мероприятий может быть занята только четверть мест для публики, а деятельность бассейных, аквапарков и тренажерных залов приостановлена. Кроме того, с понедельника, 19 октября, действуют новые правила организации специальных мероприятий, в том числе свадьб. В желтой зоне они могут состоять до 20 человек, однако танцы не допускаются. В красной зоне совсем запрещено проводить свадьбы и другие торжественные мероприятия. В субботы 152 повята из 16 воеводств находятся в красной зоне, в том числе 11 воеводских городов Белосток, Быдгаш, Гданск, Кельце, Краков, Люблин, Лодь, Олдштейн, Познань, Жешув и Варшава. Пожилые люди больше всего подвержены заболеванию. Наша стратегия в большей степени касается их, они должны оставаться в изоляции и избегать заражения, сказал глава правительства. Одна из стратегий – это ведение часов для пожилых. С понедельника по пятницу из 10 до 12 дня магазин, аптеку и почту могут посещать только люди старше 60 лет. Однако это не единственное решение, которое предлагает правительство. Ужесточены правила эпидемии в домах престарелых и учреждениях по уходу за пожилыми. Также рекомендуется максимально ограничить контакты с людьми старше 70 лет. Во Вроцлаве количество воды после интенсивных дождей в Оздре постоянно росло. В городе объявили о угрозе наводнения. Накануне кульминационная волна прошла через Олаву, однако не причинила большого ущерба. Из-за подъема уровня воды была перекрыта дорога между Олавой и Ельч-Лосковице. Утром 19 октября кульминационная волна на Одре достигла Вроцлава. Во Вроцлаве под водой находится бульвар Дуниковскега и бульвар Вроцлавского технологического университета. В районе Казанов многие жилые участки были затоплены из-за обратного стока в Шленже. По прогнозам синоптикам, в понедельник вечером вода начнет падать, но высокий уровень сохранится еще в течение суток. В центре Вроцлава проходит выставка под названием «Вроцлав солидарен с белорусским народом». Главные ее цели – это познакомить жителей Вроцлава и его гостей с ситуацией в Беларуси и выразить солидарность с белорусским народом. Цель нашей выставки – это познакомить вроцлавян, жителей города, его гостей с ситуацией, привлечь внимание к тому, что происходит на Беларуси, как нарушаются права на Беларуси, и что мы, каждый из нас, может солидаризоваться. То ли морально поддержать, разделить, разделить эту боль и придать от уху, поддержать, выйти на пикеты, которые организуют представители белоруссии, активисты белорусские под Пренгежем во Вроцлаве. Во время церемонии открытия выставки выступили Марек Мутер, директор исторического центра заездни, и профессор Николай Иванов, который является одним из организаторов. На данной выставке представлена самая важная информация о демократическом движении в Беларуси, в том числе информация о лидерах оппозиции, информация о нарушениях прав человека, в том числе преследованиях, принуждениях к выезду из страны, противодействия со стороны активистов культуры, спорта, известных артистов, информация о возражении Национального академического театра Янки Купала, информация о мирных протестах в Беларуси, забастовках, женском марше и других инициативах. Каждая фотография сопровождается текстом на польском языке, в котором рассказывается о главных героях и событиях последних двух месяцев. Также можно узнать, как вы можете показать свою поддержку белорусов и их борьбу за свободные выборы и демократические перемены. Главная цель – это показать историю белорусского протеста, потому что он начался не вчера, и показать реальные проблемы, которые существуют очень близко. Если говорить о Польше, мы являемся наиближайшими соседями и хотим напомнить обществу, которое живет в благополучной Европе, что нельзя расслабляться, что проблемы существуют вокруг нас. И хотим просто показать, что эти проблемы могут коснуться каждого, потому что люди, которые на этих фотографиях, люди, которые сейчас участвуют в организации таких мероприятий, это очень простые люди, которые никогда, может быть, и не думали заниматься такой деятельностью, просто пришло такое время и настигла такая беда. Данную выставку можно посмотреть, начиная с 16 октября и до 30 октября. Место проведения – улица Швидницка. Выставка создана в сотрудничестве с городом Врославом, Организацией межкультурный Врослав и Центром истории заездия. Вход на выставку бесплатный. В польском городе Свиноусте во время обезврежения взорвалась пятитонная сейсмическая бомба во времен Второй мировой войны. Неразорвавшуюся бомбу нашли, когда прокладывали подъездную дорогу к порту города Щетина на северо-западе Польши. В ходе подготовки к ее обезвреживанию эвакуировали около 750 местных жителей. Вокруг обозначенной территории была создана 2,5-километровая зона безопасности. Движение к порту было приостановлено. В ходе операции от взрыва бомбы никто не пострадал. Ее взрывали удаленно, воззалазов к этому моменту вывели из опасной зоны. Бомба Толбой считалась самым большим неразорвавшимся снарядом времен войны. Длина ее составляла 6 метров, а вес более 5 тонн. Изначально специалисты собирались прибегнуть к процессу дефлаграции, сжиганию зарядов взрывчатки при температуре ниже порога детонации. Шансы на успех оценивались 50 на 50. В ходе операции бомба детонирована. Королевские военно-воздушные силы Великобритании сбросили ее на эту территорию во время атаки на фашистско-военный корабль в 1945 году. Свиноустья в годы войны была одним из важнейших баз немецкого военно-морского флота на Балтике, поэтому эта территория была местом массивной бомбардировки. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok